Захожу я недавно в палату, встречает меня девочка лет шести, которая меня очень давно знает, она очень хорошо на меня реагирует, в общем, всё с ней чудесно. И мальчик с ней рядом, трёх лет, меня вообще никогда не видел и, собственно, сидит, не смотрит. Но здесь прям родители активно пытаются его вовлечь в игру, он смотрит мультики такой, ну да. Думаю, так, и уже в какой-то момент я ловлю себя на мысль, что ну я перепробовала всё. Ну вот прям, ну уже очень много всего я перепробовала, и он максимум там повернулся, просто посмотрел. Роса, да, идёт? Я думаю, ну ладно, так бывает. И это не то, что там поражение или как-то всё плохо. Нет, он тебя видит первый раз, и это нормально, что он вот так вот реагирует. И продолжу вас орошать. Сейчас. Ого, как так. И они должны быть ещё волшебными, но это не точно. Пытаюсь там одной игрой какой-нибудь, ещё какой-то там. Пытаюсь даже ему показать вот свою вообще самую, по-моему, это лучшее, что у меня есть. Такая вилка. Как бы, когда они едят, и ты такой, как клоун, он типа, ну ладно, я там попробую что-нибудь. А у них срабатывает игра. Они такие, ага, можно попробовать с кем-то наперегонки поесть, или съесть первее, чем кто-то, чем этот клоун. В общем, в основном они едят. А тут мальчик ни на вилку, ни на что вообще не реагирует. Я думаю, очень странно. А потом мама приносит мне какую-то сладость. Вот так даёт. И говорит, съешьте, пожалуйста, это от нас, от души. Её говорю, спасибо, обязательно всё съем. И я показываю ему, говорю, смотри, мне вот дали твою вкусняшку. Он так смотрит. И тут мама говорит, он не ест уже 5 дней. Попробуйте, может быть, вы его как-то накормить. И даёт мне коробку, значит, с какими-то там восточными вкусностями. Я беру телефон и говорю, итак, дорогой друг, ты, может быть, не знаешь, у вас в стране, в Азербайджане вышел закон. Нельзя есть больше, не есть больше 5 дней. Вот сейчас мы позвоним президенту, уточним. Я набираю номер и говорю, алло, здравствуйте, это президент Азербайджана? Да. Вот этот тик-так. Президент Азербайджана передал мальчику хорошенечко поесть. И этот мальчик ест. Он прям берёт и ест. Родители, ну то есть, я не знаю, как это передать. Они стоят, и подождите, подождите, не уходите. Просто побудьте с нами ещё секундочку, потому что, ну, мы не верим в это. А тут он поел, мы с ним, значит, и пофотографировались мы ещё. И он такой был улыбчивый. То есть там и родительский его смех разливались по палате, ну, я не знаю. Это просто, это такой восторг. Вот ради этого стоит там просыпаться с утра, куда-то ехать, что-то делать, настраиваться, переживать, вот так вот собираться, какие-то вот обкладываться какими-то волшебными штуками, которые мне помогают. И если вот такие моменты теплоты у них будут собираться в сердце, неважно из-за чего, просто вот клоун дал игру, и пошёл дальше. И у них эта теплота просто в какой-то момент вытеснит все болевые ощущения.